Итак, достоинства и недостатки натяжного потолка в двух словах. Первое. Легкий монтаж, быстрый монтаж, низкая цена, большая гибкость по цветам, формам, большая гибкость по тому, какое освещение вы хотите. Очень подходит для тех, у кого только новостройка построилась на этапе котлована, вы ее купили, ее прямо только сдали, она не дает трещин. Одним из тоже немаловажным свойством натяжного потолка является водонепроницаемость. И не дадут соврать владельцы натяжного потолка, да и мы видели на своих объектах, когда, например, нас топили сверху соседи, как данный потолок спасал от глобального затопления, тупо провисая, накапливая всю воду в виде большого пузыря. Вот. Ты берешь данный натяжной потолок или делаешь дырочку, сливается вся водичка, или ты, например, берешь, снимаешь светильник и через светильник делаешь слив. Ну или даже если у вас произошло действительно глобальный затоп, натяжной потолок держал-держал воду, ну и в результате лопнул, ремонт такого потолка, в принципе, не такая уже и глобальная затрата была бы по сравнению непосредственным с ремонтом потолка из гипсокартона. Например, тот же самый натяжной потолок гораздо легче просушить. Вытащил светильники, поставил он неделю, он просох. Образование плесени минимально. Соответственно, недостатком гипсокартонного потолка является том, что если вас затопили, все это чревато глобальными переделками, разборками и так далее. Недостатком считаю некорректный монтаж молдингов, примыкание этого потолка непосредственно со стенами. Итак, что я имел в виду, под словом молдингом, это непосредственно плинтуса потолочной, пенополистироловый или пенополиуретановый. Еще недостатком потолка считаю наличие некроплинтуса или вставки, который периодически отваливается. По поводу экологичности ничего не могу сказать. Нет, есть что мне сказать по поводу экологичности. Первое. Это заблуждение, которое связано с тканевым потолком и считается, как будто он более экологичным. Нет, он производится из тех же самых материалов, чем и обычный ПВХ потолок. Просто из ПВХ потолка делаются определенного вида нити и переплетаются. При этом появляется очень необычная имфактура. Второе. Задумайтесь, если обычный ПВХ потолок считается не экологически чистым, то вдумайтесь, сколько было бы в новостях летальных ислкодов с формулировкой монтажник потолка прожил всего лишь 3 года или год, или месяц, или полгода. Вот с такими формулировками. Нет таких формулировок. Очень много монтажники работают. И я знаю монтажников, которые работают уже десятилетия. А вдумайтесь, они греют неэкологический материал пушками. И при этом во время нагрева выделяются все негативные вещества, которые могут повлиять на организм человека. А эти люди работают годами. И вроде бы все хорошо. Сколько я знаю потолочников, проблем со здоровьем у них нету, а у вас потолок висит в остывшем состоянии. Помимо этого, данному виду потолков уже не один год. Поверьте, если бы экологически или как бы он химически не влиял бы на состояние организма, уже давным-давно были бы отзывы, негативы на огромные претензии судебные. И так далее, и тогда мы бы этого потолка не видели. Кроме статики, негативного у них нет ничего. Так что, не заморачивайтесь по поводу экологичности. Это достаточно хороший экологичный материал, который вам не навредит. По пожароустойчивости, конечно же, натяжной потолок менее пожароустойчив, но есть некоторые виды натяжного потолка, которые как раз и пропитаны специальными средствами для того, чтобы не давать данному материалу гореть, а больше тлеть. Достоинства и недостатки гипсокартонового потолка. Начнем с достоинств. Достоинства гипсокартонового потолка, соответственно, его вид при правильной подготовке, финишный его результат всегда удивляет и радует. Второе, возможность применения любого вида освещения. Пусть это будут полосы, пусть это будут треки, пусть это будут точные сетенки или люстры. Третье, любые виды форм. Что фантазия как задумает, так и можно подготовить и воплотить в жизнь. Любой вид уровней. Далее, еще то, что на него можно монтировать непосредственно разного вида молдинги. В вашем случае, если это какой-нибудь классический стиль потолков, можно спокойно сделать молдинги, на потолке какие-то розетки сделать, разные виды вензелей и так далее. Сложность потолка из гипсокартона иногда может удивлять, на какие формы можно сделать из гипсокартонового потолка. Недостатками является то, что дорогая цена, сложность монтажа, тяжело найти специалистов не по гипсокартону, а именно хороших маляров. Большая вероятность трещины образований, особенности, если это новострой. Если высокоэтажка постояла какой-то промежуток времени, соответственно, она уже уселась, потеряла определенный вид влажности и гипсокартоновый потолок там можно делать. Если у вас только скотлована, отопление даже только вот еще не включали первый сезон и впереди только зима, то я бы не рекомендовал вообще думать и задумываться. На практике это все лопается независимо от соблюдения и несоблюдения технологий, а разрывает стены, утаскивает их и вместе с ним потолок. Еще одним преимуществом гипсокартонового потолка является то, что им очень хорошо делать коридорные зоны в частном домостроении или в таунхаусах, или в двухуровневых квартирах, где есть лестничные марши. Примыкание и сопряжение на гипсокартоновом потолке к лестничному маршу гораздо легче выполнить. Чем непосредственно из того же натяжного потолка или других видов отделки. Итак, всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok